Итак, мы продолжаем наш разговор о самых значимых и интересных трансферах, состоявшихся в России за последнее время. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на московском локомотиве, который просто бомбит нас мощными новостями. То они подписывают БКБК, то подписывают Наироте Князяна, то подписывают Анжорина и вот Керка. А вот сейчас, под занавес очередного трансферного дня, потихонечку, вот так вот у нас заканчивается трансферное окно в России, но время пока что есть еще у команд подписать новых футболистов. И вот сегодня, вдобавок к официальному объявлению Анжорина, подписали еще и Константина Марадишвили. Футболиста, который многими воспринимался как будущее ЦСКА, как игрок, который станет носителем традиций, таким футболистом, который начал карьеру в ЦСКА и большую часть карьеры проведет там. Многие мои знакомые хорошие, например, автор канала «Футбол с Клинсом», «ЦСКА с Клинсом», он же Клинсиньо, он говорил, что Марадишвили это всерьез и надолго, делал на него ставку, но, увы, мы видим, что сложилось иначе. Его продали в «Локомотив», и давайте разберем эту сделку со всех сторон. Со стороны «Локомотива», «ЦСКА» и самого футболиста. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания «Балтбет», продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте «Балтбет», а также введете промокод 20Калуцкий21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, касательно «ЦСКА». Для меня ситуация максимально загадочна. Я понимаю, что, в принципе, армейцы сейчас неплохо заработали на продаже своих молодых российских футболистов в «Локомотив». Наир Текнезян и Константин Марадишвили принесли немалые деньги. При этом чисто формально можно сказать, что и Наир и Костя не являлись железобетонными футболистами стартового состава при Алексея Березуцкого. И формально получается, что отдали двух игроков ротации, получив хорошие бабки, и это вроде как неплохо. С другой стороны, клуб, по-моему, не особо думает о будущем, что является проблемой. Потому что «ЦСКА» последние годы старательно собирал у себя молодых перспективных исполнителей, как российских, так и зарубежных, и делалась такая попытка вырастить большую команду. И вот на фоне всего этого появились из собственной системы такие перспективные ребята. И именно их отдают. Зачем? Я не понял. В случае с Текнезианом, например, я видел вполне себе очевидную перспективу для этого футболиста стать основным левым защитником «ЦСКА», если Жора Щенников не перестанет ломаться. Текнезиан уехал в «Локомотив», а на фланге обороны «ЦСКА» теперь появляется «Обликов». Игрок, ну, мало приспособленный под эту позицию. Может быть, он дальше освоится здесь, но сейчас это очевидный риск. Здесь для меня все загадочно. В центре поля. Окей, появился «Мухин». Кстати, из «Локомотива» получается, да, «ЦСКА» подписал «Мухина» за копейки, отдал в «Локомотив» за вполне себе большие деньги Мородишвили размен с финансовой точки зрения в пользу «ЦСКА». Но, опять же, Мородишвили полезен тем, что он универсал. Что он, строго говоря, по прошлому сезону был вторым правым защитником после «Фернандеса», который все-таки не молодеет, часто получает травму в последнее время, и которому нужна подстраховка. Кто теперь будет страховать Марио? Баха Зайнудинов? Да у него тоже травм полным-полно. Харен знает, когда он наберет форму. На Бабкин? Ну, это будет снижение активности в атаке. Виктора Васина снова поставят правым защитником, как однажды додумался Гончаренко в Лиге Европы. Но это особый вид мазохизма. То есть, вот тоже непонятное решение. Зачем расстались? Почему? Неужели те футболисты, которые сейчас есть, они, очевидно, сильнее? Ну, не знаю. Бистревич по-прежнему в команде. По-прежнему в команде некоторые другие игроки. Бахинин. То есть, вот, ребята, они, да, талантливые, перспективные. Но мне кажется, что легионеры все-таки в нашем футболе, в условиях лимита, должны быть вот прям такими, чтобы существенно усилить команду. А молодые и перспективные, которые могут раскрыться, но это, наверное, больше должны быть какие-то российские исполнители. Поэтому Морадишвили, молодого перспективного, можно было держать в условиях лимита, потому что он россиянин. А держать уже несколько лет молодого перспективного Бистревича, ну, это совершенно другой коленкор. То есть, вот для меня логика действий ЦСКА непонятна. То, что они заработали, ну, это отлично. А на хрена тогда приходил в ЭП со своими деньгами, с своими огромными средствами для того, чтобы продавать теперь воспитанников клуба? Ну, странно. Купили Гайча, и чтобы оправдать эту сделку, продали Морадишвили и Текнизяна? Ну, такое себе. В общем, со стороны ЦСКА для меня загадочная ситуация. Я не скажу, что потеря Текнизяна и Морадишвили это катастрофа здесь и сейчас для клуба. Но в дальнейшем и тот, и другой могут стать звездами в том же самом локомотиве. И тогда ЦСКА будет очень обидно, что они упустили таких футболистов. Короче, Гайча и ЦСКА разобрались. С локомотивом. В принципе, тут все более-менее понятно. Команда потеряла Мухина. Нужно найти другого молодого российского игрока на замену. Потому что нужно, так скажем, восстановить здесь баланс. Теперь у команды снова есть большая группа перспективных отечественных опорников. Баринов, по-прежнему молодой. Куликов, который продолжает развиваться. Макеев, который может использоваться в этой зоне. И теперь Морадишвили. Это, так скажем, тыловая служба. Трудолюбивые российские футболисты. Которые должны вспахивать опорную зону. И на которых должны уже наслаиваться вот эти многочисленные, замечательные зарубежные футболисты. Тот же самый Камано. Тот же самый Анжаин. Тот же самый Керк. Ну и плюс Жамалединов-Смолов. Которые здесь также подтянулись. В общем-то, логика понятна. В нашем футболе, в нашей российской лиге мало изобретательных футболистов. Зато есть определенный такой слой неплохих трудолюбивых хавбеков. Вот на них сейчас ориентируется во многом московский локомотив, чтобы создать такой определенный базис. Морадишвили, это, конечно, боец. Это игрок с отличными показателями по прошлому сезону. 2,4 отбора, 1,8 перехвата за встречу. Игрок, который может действительно добавить здесь активности. При этом не лишенный креативных навыков. Способный действовать на правом фланге защиты. Универсал. В принципе, для локомотива подписание логичное. Тем более, что тот же самый правый фланг. Ну, он не то чтобы проблемный. Тут вариантов много. Но варианта однозначного нет. Ушел Игнатьев. Рыбчинский. Поиграл-поиграл. Тут теперь его больше не используют на правом фланге обороны. Живоглядов это футболист. Как мне кажется, не такой интересный при приключениях в атаку. В общем, здесь тоже может Морадишвили пригодиться. Для локомотива, в принципе, все более-менее логично. Единственное, что смущает, это цена. Собственно, именно за счет денег, наверное, и удалось, скажем так, уговорить ССК отдать такого перспективного игрока. 6 миллионов. Переплата ли это? Наверное, на данный момент переплата. Но если лимит не исчезнет, или если лимит в итоге, скажем так, сократят до 10 футболистов на остальных заявках, но оставят на длительную перспективу вперед, что не исключено, тогда ценность Морадишвили с годами может только вырасти. И мне кажется, что в целом вот эта селекционная работа локомотива, которая была проведена, она, в принципе, логична. Сейчас у краснозеленых есть неплохой базис, есть выстроенная система. В атаке это связка комоно-жамалединов-смолов. В обороне, да, ушел Чорлука, но при этом есть определенная организация, есть определенная выстроенность. И на ней как раз держится система. В опорной зоне есть по-прежнему Куликов, сейчас вот подписание Морадишвили, то есть есть, опять же, трудяги, которые готовы таскать рояль. В эту команду нужно было добавить глубины. И этим локомотив занимался. Нужно было добавить глубины состава, потому что его критически не хватало, например, в прошлом сезоне, когда локомотив отправился, по-моему, на матч с Баварией в Лиге Чемпионов, и там не хватило футболистов на целую заявку. Локомотиву действительно из-за постоянных травм и проблем не хватало исполнителей, сейчас может хватить. Касательно Морадишвили, для него выбор между двумя московскими коллективами, ну, как мне кажется, выбор все-таки был сделан именно в сторону более перспективного и понятного проекта. В локомотиве Николич, в ЦСКА Березутский и Бабаян. В этом плане очевидно, с каким тренером работать интереснее. Локомотив выступает в Еврокубках. И у локомотива более осязаемые перспективы в ближайшее время. Так что здесь, с футбольной точки зрения, очевидны плюсы. По финансам судить не буду, мне сложно сказать, насколько там прибавил Морадишвили в зарплате или убавил, но так или иначе. Я думаю, что уж точно не прогадал в плане денег, поэтому Морадишвили попадает в систему Ральфа Рангника, что очень важно. Ральф Рангник – это человек, который в Редбуле выстроил целую империю вокруг покупки, раскрытия и продажи футболистов. Я думаю, что здесь многие будут приходить к нему, в том числе, надеясь, и на переезд в европейские клубы. На то, что Ральф Рангник может их там перестроить. Поэтому, мне кажется, что с точки зрения Морадишвили тоже логичный ход. В общем, здесь, по-моему, выиграли все, кроме ЦСКА. ЦСКА выиграл в деньгах здесь и сейчас, а в дальнейшем может просто искусать себе локти просто от осознания того, что Тикнизан и Морадишвили, которые могут стать звездами в ближайшее время, они ушли по большой цене. На данный момент, но в будущем многим может показаться, что ушли они за копейки, учитывая то, какими футболистами они могут стать. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!